и Денис Казанский Я заварю пуэрчик покрепче, включу пожёстче рэпчик, это лечит так легче всем, кто рядом, респект, всем, кто далеко, до встречи, пойдёт, это вот что сейчас было, расскажи, это было сегодня, сейчас вернее, будем пить мэнхайский пуэр, выдержанный специально из запасов, ну потому что по-другому никак, Денис Олегович, извини, Данил Евгеньевич, добрый день, Добрый день, ребята, ты знаешь, Даниил Евгеньевич, когда мы только первый раз сюда пришли, и к нам пришёл тогда Дима Тарасов, и вот я первый раз пришёл, и мне говорят, посмотри, вот там вот клюшка самого Даниила Маркова, То есть ты тут уже частенько бывал? Да, частенько. А как ты здесь оказался первый раз? Ой, а мы с Козьей очень давно знакомы, ещё с конца 90-х, с начала 2000-х годов, Поэтому, ну и как-то вот так я потом, когда приехал после... Козьей, босс этого места? Да, да. Босс-босс, босс-босс, респект и уважуха, босс всех боссов. Вот. И приехал когда как-то, ну у нас общие друзья... Ты ещё там играл? Да, я ещё там играл как раз, да, мы ещё был такой, Я тут вспоминал хорошее место, Джуста, там мы постоянно там... Вот он и говорил, что вы познакомились ещё до Чайной. Да, да, до Чайной, да, в Джуста. Там ещё не было философии... Да, Джуста, Жигули, все вот эти места. Но это не Чайной были. Ну да, Жигули, Жигули точно не Чайной. Место. Да и Джуста тоже. Ну как бы вот, ну и потом вот так, периодически. Это я вот, как я после НХЛ, когда вот в седьмом году приехал в Россию играть уже. И как-то вот так, чай, 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 чай. Выручай. И сам, да, чай, выручай. Кстати, я там прилично очень одно время чай пил. Гайванишки, все вот эти дела там. А, кстати, Данил Евгеньевич предложил, он говорит, давай поменяемся, Дмитрий Евгеньевич, поменяемся местами, чтобы я тут вот на гайване сидел. Руки-то помнят. Подожди, мы когда с тобой познакомились, у тебя был вообще выдающийся ритуал, у тебя было с собой кофе в пакете. Кофе, да. И ты говорил о том, что ты пьешь только этот вид кофе, и тебе нужен только кипяток и все... Да, а вот когда я приехал после НХЛ в Россию, я всё время ходил даже в ресторан, у меня в машине был такой... Ну, как вот примерно такой же чемоданчик, как деньги носят, знаешь, пристёгивают, ну там охрана, несёт денежки. У меня такой же чемоданчик был, я с ним приходил в ресторан или куда-то, там раз, открывал, доставал, у меня было маленькое. Это всё такое встроено, у меня только кипяток, свой чай, такой-такой-такой-такой, всё, и я прям сидел. То есть ты мог в Макдональдс так прийти спокойно? Не, ну Макдональдс там в драйв-тру. Никто не пугался? Ну не пугались, но как бы странно, сначала первый такой кипяток, свой чай человек выложил на стол, этот дипломат, там Гай Ваньки, это всё там, доска такая небольшая. Вот так, ну, всегда ездил, в поездки с собой брал, и вот именно в то время, что самое интересное, я кофе с утра перестал пить, я вот обычно кофе с утра проснялся там, кружку кофе выпивал и всё, и переходил сразу на нефтянку, на пуэрчик, даже с собой термос заваривал, представляешь, с собой в кружку, вот у меня кофейная кружка такая, и ещё термос нефтянки с собой, и на тренировку. А в команде как к этому относились? Ну нормально относились вообще. Но они не спрашивали, зачем это? Нет, они так, ну, как бы, у меня на базе всё стояло, всё так в своей было сделано, вот, и однажды я так просыпался, дневной сон просыпался, у меня там время, ну, чтобы там попить чайку посидеть, ну, и потом там к объезду ехать на игру. Ну, и один раз заходит ко мне Лёх Чупин и Лёх Тросинский, а я вот уже нефтяночку всё, прям вот самый цимус весь уже всё готов, выпил. Ну, и осталось так, ну, разочек заварить, для меня уже это всё слабовато. Лайт. Да, лайт. И они такие, говорят, дай. Я говорю, вы что, братцы, дай нам тоже чайку перед игрой. Я говорю, ну, пожалуйста. Я говорю, блин, ну, думаю, заваривать сейчас их сразу вырубит. Ну, давайте с этого начнём. Ну, короче говоря, глотнули мы чайку. Ай, хорош. Я знал. Хорош. Глотнули мы чайку, и они глотнули. Ну, и всё. Игра на своё. Всё. Приехали, всё. Интересно. Думаю, а как же после игры я начал? Лёх Чупин бегал вот так вот с клюшкой. Кого-то хотел по башке. А Лёх Тросинский наоборот. Я его вырубил вообще вот такой вот. Ну, смешно было, знаешь, когда с чаем связанное. Как-то был этот... Восьмой год, седьмой ещё. Нет, наверное, уже восьмой. Шведские игры. Угу. Ну, я же там с этим всё. Ну, и Макс Тросинский так и говорит. Он говорит, Дань, а мы уже там где-то тоже, они там чуть-чуть пивка, а я сижу и чаёк. И он мне говорит, это, говорит, Дань, дай какого-нибудь зелёненького чайку нам, типа, с женой с Леной, ну, так, вечерком выпить. Ну, я ему... А что ему дал-то? Молочного луна, что ли? Нет. Ну, я ему такой лёгенький. Я говорю, Макс, там ещё лёгенький, всё нормально. Какого-то дракона. Да. Я говорю, всё нормально. А, нет, Дахунпау я ему дал. Я говорю, зелёненький что-то там. Я говорю, Влад, возьми Дахунпау. Я говорю, он нормально, спокойненько, да. А что вы думаете, я не понимаю, Дахунпау? Через два дня такой. И думаю, дай-ка я это наберу. Ну, я так спрашиваю, как, чего, всё нормально? Я звоню такой, или он звонит. Он говорит, Дань, ты что нам дал? Мы с Ленкой два дня уже заснуть не можем. Я говорю, так я вам дал такой слабенький, средненький. Мы так посмеялись. А у тебя была, ты рассказывал историю про Магнитогорск, когда ты с Магниткой играл. По-моему. И у тебя они... А, с Магниткой это нет. Это с Магниткой зелёной человечки-то были. Да. И это вот эти капельницы. Я когда приехал, ну, как бы, да, там же вообще в НХЛ запрещены эти инъекции. Ага. Капельницы простая даже. Да. То есть, вот, там или тебя в госпиталь должны, или скорая помощь. А скорая помощь, которая на стадионе, они только вводят... Как его? А вода дистиллированная, вот, ну, такая, ну, самая слабая. То есть, ничего другого нельзя, только в госпиталь. Вот. И там вообще это запрещено, как бы, внутри венные эти... Только в госпитале. Ну, короче говоря, это... А мы играли уже. А сезон тяжёлый. Ну, я, как бы, приехал, ну, непривычно. Ну, ну, как бы, тяжёлый такой, уставший, плей-офф. Играем с Магниткой. Ну, а ребята это, какого там... Ну, как бы, делают, ну, капельницы делали раньше всегда. Ну, все знают, что там. Вот. И октовигин. Такой препарат. А я никогда не делал. А тут как-то мне так что-то перед игрой, так, какой-то состояние такой, ну, не очень такой, ну, какой-то, думаю, блин. Я говорю, док, дай-ка мне октовигинчику или того, ну, что-нибудь. Я говорю, нормально это всё? Ну, он говорит, да, всё нормально. Ну, и он тестил. Я выхожу на лёд. А у меня все зелёные. Представляешь, зелёный человек, я клянусь. Я вот так вот на разминке смотрю. Мои зелёные, они зелёные, я не понимаю. Они зелёные человечки, представляешь? Я думаю, как я играть-то буду? Ну, и, короче говоря, вот... Честно, помню, вот, знаешь, всё вот эти вот мелькают, на лавочке сижу, одни зелёные эти... Мелькают-мелькают, пол игры прошло, и у меня в голове так... А как же сейчас... Я в таком состоянии непонятном, думаю, сейчас насрут точно. И у меня вот эта измена... Думаю, а игры-то, ну, там, на стыке, ровненько идём. Ну, короче говоря, каком-то образом, после второго периода, в третьем... Я не помню, вроде смотрю, да. Динамо белосиние, эти тоже там белосиние, красные у них... Я говорю, ну, магнитка, всё нормально, я на месте, типа того. На игре я на льду... Только ко второму периоду отпустила, да? На льду после, да, да, ну, где-то так. Я думаю, я на льду, нормально. Ну, и всё. Ну, и потом раз, это какого? Что-то два-два. Счёт. Подключился, что-то раз там, помню, отдал в пустые прям... Три-два. А потом ещё в конце с ней удобный. Даже ворот не видел, шайба прыгает, как-то махнул, попал. И она прыг, 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 и четыре-два. Ну, всё, победа. Я говорю... Док мне такой... Даня, после игры ты понял, вот она, сила где? Я говорю, доктор, ещё больше не подходи ко мне. Бля, бля, я тебя убью. Ты понимаешь, они все зелёные были, бля, пол игры. Я думал, всё, кранты. Ну, так вот. Ну, весело было. Смешно, конечно, это немного страшно. Уколы и капельницы – это всё-таки про что-то запрещённое. Даниле Евгеньевичу вот повезло, но не всем так везёт. Ну да, вот смотри, Лутар Мартинес поехал играть на Чемпионат мира. Травма. Всё плохо. И ему нужны были обезболивающие. И... Колено больное. Ну, вот видишь, как сделали эти уколы. И тренер поверил. Поставил его в старт на матч Саудовской Аравии. И чтобы он играл нормально, вот перед каждой игрой обезболивающий в колено. Ну, вот смотри, с Саудовцем они проиграли, он не забил. Но он потерял уверенность, и тренер его посадил на замену. Ну да, более того, он в финале с Францией должен был бить решающий пенальти в Сирии. Но не случилось, кстати, потому что Аргентина справилась после четырёх. Ну, он мог не забить. Хорошо, что сейчас Мартинес в полном порядке, в хорошей форме. 21 гол в чемпионате, три в Лиге Чемпионов, причём один в полуфинале. Сможет ли он помочь Интеру сенсационно обыграть Манчестер Сити в финале Лиги Чемпионов, узнаем уже в субботу. А посмотреть матч вы можете, ну, разумеется, на Кинопоиске в прямом эфире Матч ТВ. Ну, тут всё стабильно, смотреть удобно, можно и на телевизоре смарт ТВ, и в приложении. Ну, разумеется. Помимо футбола, масса спортивных трансляций, там же фильмы тысячи, там же музыка, Яндекс.Музыка в дорогу, чтобы лучше слушать группу Золото. И всё, что для этого нужно, это подписка Яндекс Плюс. А если у вас ещё нет по какой-то причине Яндекс Плюс, то вы можете подключить это прямо сейчас с формаконом «Подкаст». Первые 45 дней бесплатно, а дальше 299 рублей в месяц. Ссылка в описании. Пока будете дальше смотреть подкаст, как раз успеете всё скачать и подключить. А вот ты сейчас, вспоминая свою молодость, ты хватаешься за голову, что же я творил? Ты знаешь, это, наверное, философский вопрос такой. Ну, как бы он такой серьёзный. Некоторые вещи, конечно, с возрастом, когда вспоминаешь, можно было убрать. С другой стороны, ты знаешь, вот я, честно, вот так вот сейчас тоже так начинаю. Иногда бывает время думать, если бы я был какой-то другой, не такой, а было бы вот, ну, как бы вот это всё. Ну, понимаешь, да? Был бы хоккей, может быть, и не было бы его. То есть тут как бы... Ну, на лысой резине и на Волге. Бесправ. Это мой. Нам по 18 лет. Ты сам себя считаешь фартовым, нет? О, я думаю, да. Я думаю, да. Вы знаете, братцы, вот я вот честно могу вам сказать, я вот так, ну, вспоминал. Ну, я не к тому, что там, да, мы все разные люди, кто-то в своё время выпивал, не выпивал, да. Но я вспоминаю все свои важные и, можно сказать, судьбоносные решения в моей жизни я принимал, будучи немножко под шофе. Вот честно. Давай, например. И они были правильные. Например. Ну... Подписывай контракт в Торонто. Сейчас. На чём самое... Давай значим с самого начала. Давай. Понимаешь, Данил Вячеслав, это прям по одному месту. Какой я Евгений, просто Евгений. Ну, короче говоря, началось всё с самого начала. Да. Это вообще бомба. Ну, я же тут местный, ну, как-то, ну, да, местный, получается. Подожди. Сокольники. Измайлова. Ты же родился в Измайлова. Да, там, Богородский. Я там, ну, немножко туда. Но всё равно рядом. Вот. Ну, короче говоря, началось с самого начала. Как-то одиннадцатый класс. Ну, идём с девушкой, там, среда, по-моему, я как помню, там, первые, там, две истории и две астрономии. Историк, значит, у меня был вообще ручной, потому что он у брата преподавал в ПТУ, в ПТУ до этого подавал, я его знал. А астрономия, там был дедушка, конечно, ну, мы, конечно, дурачки все молодые, ну, понимаем, не понимаем, ну, знаешь, как, ну, это ребячество, глупость, ну, вот. Ну, и как бы, а там я вообще не ходил или мог прийти и уйти. Издевались над ним? А? Издевались над астрономами? Ну, не то, что издевались, ну, как бы... Наверное, всерьёз не воспринимали, да? Да, всерьёз не воспринимали. Ну, короче говоря, это... Ну, и мы так идём мимо Сокольникова, где дома, там же ярмарка раньше была. Мы так-так, проходим в школе, в арочку. Так, солнышко, уже мой месяц, так хорошо. Я так рассмотрю, я говорю, слушай, мы же пивка возьмём. Она говорит, давай. Я говорю, чего мы туда пойдём? Напротив школы прям сели, на лавочке на неё, на школу смотрим. Солнышко, хорошо взяли пивка. Ну, и глотнули пивка. Таким, сидим. Я говорю, слушай, мы же тебе поедем. Да, поехали, конечно. Ну, что там? А мне слушать дальше. Ну, и всё. Ну, так, подразмарил на солнышке, всё, уехали. Ну, и там это, как у них заснули. Я глаза открываю, а у меня тренировка в пять. Команда мастеров. И нам сказали, прийти пораньше, будем подписывать контракт. СМЕХ Я так, голос, раз. Шестнадцать двадцать пять. Я так... Деньги есть на такси? Она говорит, нету. Пять копеек на метро. Я говорю, бля, я проспал. Всё. И так, знаешь, мне вот это... Я так вспоминаю. Ну, как бы... Так... Да всё, ты уже опоздал. Ложись спать дальше. СМЕХ Я так... Говорю. Потом раз. Шестнадцать тридцать пять. И вот мне что-то внутри говорит, беги. СМЕХ БЕГИ! А это Черкизон. Где вот поворот, трамвай. Я вскакиваю, нет, я побегу. Я вскакиваю и бегу. Бен Джонсон! Который рекорды ставил. Отдыхает. Отдыхает. Он отдыхал всё. Даже вот эти, которые с барьерами прыгают. Я эти... Проходки в метро. Мне до Преображенки. Там в метро нырнуть. В Сокольниках выскочить и там прямую. Ну... Так, прибегаешь, да? Не касаясь земли. Да. Вот такой весь. Только я в Дворец спорта влетаю и фортануло. Гелани Аптечетов-Булатов, он тогда был президентом. Царство ему небесное. Он вызвал тренировку себе. Ну, там какое-то у них совещание было туда-сюда. И, соответственно, тренировку перенесли. И нашу встречу с четырёх на пять перенесли. И я прям подбежал. А они спускаются. Они у него из офиса на лестнице. И я весь такой красный. Они пошли в контракт подписывать. Фу. Это... Ну, это... Ну, это... Это Голливуд. Это просто Голливуд. Да, это Голливуд. На самом деле так было. Я потом тысячу раз вспоминал. Писаешь вот тогда, да? Ну, просто вот... А там же порядки жёсткие были. Если бы ты опоздал, тебе сказали... Там очередь стояла. Конечно, я молодой. 16-17 лет. До свидания, да? Конечно. Мне ещё 17-и не было. Ещё вот... Ну, вот этот как раз вот. 16-17. Мне летом было бы 17 лет. Только до сезона. А как хоккей вообще появился у тебя? Как хоккей появился? Хоккей просто очень появился в моей жизни. У меня брат занимался... Он постарше 72-го года. Он занимался в локомотиве. В локомотиве. Ещё, по-моему, тогда открыто было. И я там начинал. Вот. Ну, и папа меня вроде 6 лет. На хоккей тоже. А мне... Я не знаю. Первое... Вот я клянусь. Вот первое... Вот это... 6-7 лет. Я вообще... Я прям не хотел. Мне так... Не хотелось. Я всё время борта. У меня живот болел. Он там бегал вокруг борта этого. У меня всегда живот болел. Я там плакал. Не хочу, не хочу. Мне нравился футбол. Ну, как бы я любил футбол. Потому что, ну, чем там... Я во дворе всё время гонял. Там с утра до ночи. Уже темно там. Вот. А когда темнота наступала, выходили ребята постарше. И мужички постарше. Какого-то не любит, чтобы их на свету видели. Ну, там весело было. А я вот такой шипзон. Ну, там меня загоняли домой. Ну, всё равно, знаешь, как это. Вот. И я говорю, нет, что ты туда-сюда футбол. Ну, футбол только футбол. Ну, и тоже в локомотиве футбол. Пошёл, ну, тренироваться футбол. А в футболе-то тренировки летом поздно. Понимаешь? А я же привык в деревню. А в деревне лошади, ну, всё остальное ребята. Я же там на лошадях без седла гонял. Ну, и всё. И раз такая задержка, я говорю, да не, что-то лето так. Я уже должен там по деревне купаться, прыгать и скакать. А тут тренировки. Ну, и как раз вот в конце лета я говорю, не, пойдём в хоккей. Там хотя бы летом отпуск. Ну, и всё. И так вот в локомотив сначала. Потом у нас там пятёрка собралась такая. хорошая. Мы 76-го. Мы играли за 75-й и 74-й. Ну, там ребят немного было. И вот был турнир Кубок Спартака. Ну, такой детский. По 75-му году. И мы выступали. У меня где-то фотографии есть там. Ну, конечно, мы барванцы. Что? Ну. Ну, барванцы. Эти все нарядные. Да. Такие, знаешь, ЦИСКА, Спартак. Там Сани Харламов. Ну, они там. Шлемы. А у нас там вот это всё. Маска у меня такая обрезанная. Здесь такая. Как в американском футболе. Ну, так. Ну, фотография. Ну, и вот нам собрали командочку. Там несколько человек. 74-го, 75-го. И вот 76-го пятёрка. И мы их всех. Подчистую. ЦИСКА, как сейчас помню. 3-0. Иди сюда. Вообще всех. И так. О-о-о. Это что за беспризорники? Когда же такие школы были, да? Да. И нас сразу. Нас как раз тогда пригласили сразу Спартак. Всю пятёрку? Угу. Ну, ребята некоторые... Как же мы так... Как же так получилось-то, что мы... Как-то так получилось, что два-три... У нас там Юрка Смирнов, я. Как-то получилось, что ребята уже в Спартаке тренировались до этого. Ну, мы вместе вот выступили за локомотив. Вот. И потом сразу мы уже вот в Спартак попали. Ну, у нас вообще хороший год был. Ну, давай перескочим. В Спартак ты уже подписал контракт. Да. Я помню историю, что ты рассказывал. Мы играли за еду. Ну, да, так и было. Это началось 90-х? Да, 93-й год. Тем более молодёжь, я так понимаю, да? Да. Да нет, а там не только молодёжь, там и как бы и ветераны. Ну, а как... Ну, я как сейчас помню. Бежим мы, кросс жара. Там вот база, где манеж спартаковский. Вот эта база была у нас. И вот этот... Вокруг прудика. Прибегаем. Ну, и раз... Какого? Уже такие короткие эти. Окорочка Буша стоят. Ну, они там уже там... Ну, вот много нас ещё. Ну, они такие-такие. Уже синенькие. Так весело было. И вам зарплата эта? Ну, это как бы, да, премия. Премия. Ну, и я даже не помню что-то. Вот отпечатал этот момент, по-моему. А что, ну, вот ситуация. А я же там вообще рядом. Ну, у меня там что, на трамвае 15 минут. И я дома. Я из школы. Вот. Я там учился спортивный. Вот. И я там леса все эти знаю. Вот. И я раз, это какого. Я домой. Мама там, что там есть. А тоже тогда время такое. Ну, 90-е вот эти тоже. Там родители нормально работали. Ну, как... Ну, нормально, да, жили. Вот. А потом раз. Перемены. Туда-сюда. Безработаны. Ну, что они молодцы. Я вот так вспоминаю. Они пошли. Папа, значит, сел на газель. Возил хлеб. А мама продавала хлеб. Ну, как бы. Ну, нормально. Ну, и что? В итоге нормальные времена были. Ничего. Картошка, капуста, сало всегда мы найдем. Никто не жаловался. Да, не жаловался. Не, ну, во-первых, это была молодость, да. Когда немножко другое было. Это сейчас мы уже там. Взрослые у нас дети или там ничего, да. А тогда... Особо требований не было. Да, да, да. А что? Одни штиблеты. Лето, зима, осень, весна. Ну, одни брюки, одна куртка кожаная. Я помню, тогда поехали в этот... Как его? В Минианаполис играть. Турнир. Русский турнир. Значит, магнитка. Спартак. Олимпийская сборная России. Еще какая-то команда, по-моему, была. Четыре команды было. Ну, вот. А тогда еще шайбу... Вы такого не слышали? Не слышал ты, да? Шайба была с этими... С лазерами вот здесь вокруг. Когда ее след, да? Да, да. В 90-е годы они там пробовали. И вот мы этой шайбой играли. Ну, и что нам дали там по 350 долларов? Ну, как бы... Ну, я там... Суточные. Да. Маме я знал, что... Духи она есть, она есть. Вот. Маме духи. Девчонке тоже духи какие-то. Что-то купил. Ну, пошел. Купил себе штиблеты. Брючки черные. И кожаночку. И зеленей кожи. Вот так как раз история была. У нас был Андрюх Федотов, вратарь. А он это... Он так, знаешь, ну, как бы... Он не то, что не выпивал. Он, например, вот бутылочку пива выпьет. Ему уже хорошо. Вторую бутылочку – прекрасно. А если третью, то это великолепно. Ну, понимаешь, вот такая ситуация. Ну, а денег-то нет. Знаешь, мы отыграли. Там честь. У него там 10 долларов осталось. Ну, и мы там в какой-то ночной клуб зашли. Вот. И он так сел. Такие эти... Я как сейчас помню. Знаешь, эти мягкие диванчики красные. И он так сел, заказал себе компари. И сидит так через трубочку. Голоточек. Раз. И сделает. Ай, кайфует. Он такой, ну... Знаешь, жизнерадостный парня. Говорил. Такой раз. Так еще голоточек делает. И кайфует. Ну, и тут прибегает Егорыч. Массажист. Точильщик. Он еще тогда у нас работал. Такой. А он такой бывший борец. Знаешь, такой здоровый. Ноги, как медведь. Такой еще плотный такой. А они, видно, это какое с тренерами. Ну, у них свой банкетик. Они там водочки накатили. И он залетает. И Федя как-то попал первым. Вот руку ему. Он так подбегает. Федя! Ты чего пьешь? А Федя такой, знаешь, довольно. Компари. Этот берет трубочку. Вот так выкидывает. Фух. Ни хуя это не компари. Федя сидит. Скажи нам про хоккей 90-х. Вот как вы перелетали? Потому что там и военно-транспортные самолеты. Перелетали, да. Логистика вот эта, да? Нет. Ну а как летали? Знаешь, мы как-то поезда помню. Очень отлично поезда помню. Потому что приезжаем на вокзал. А у нас человек семь, наверное, молодых было пять. Ну, мы примерно одного возраста. Вот. Ну и чего? Приехали. Значит, ветеранчики пошли там. В лагонный ресторан? По пивку. Нет, мы еще даже... Вот, автобус остановился на дороге. Нам, значит... Страх по пивку? Да. Клюшечки. Ну, с собой взять там, знаешь, это там. Ну, клюшечки, точильный станок. Свои баулы. Потом еще кто-нибудь. Ну, короче говоря, вот эти все майки. Вот. Так самое интересное. Нам надо было все это донести до поезда. И еще успеть себе пивка взять. И как-то мы все успевали. А без пивка вообще невозможно было ехать? Нет, почему? Ну, так чисто, знаешь, как бы. Ну, это к слову так. Поэтому, ну... Весело. А что переезжали? Ну, конечно, таких условий не было. Не было ни чартеров, да? Ничего есть. Да нет, какие чартеры. Мы там... Куда мы там? Да нет, на поездах везде в основном. Автобусы, поезда. Ну, где там дальние там летали. А я что-то не помню, как мы уже летали-то. Ну, так вот. Ну, такими рейсовыми. В военном летели как-то. В Норильск, что ли? Или где-то мы там были. Мы в Норильск ездили тогда. В военном летели сзади. Зато мне хорошо. Я там на баульчиках. Ты курил всегда. Ну, конечно, всегда. Я даже в молодежке в автобусе в Икарусе на электростале курил. В верхний люк. Дмитрий Васильевич Китаревич, царство небесное. Он мужик вот такой вот. Он, конечно, в моей, как говорится, судьбе сыграл судьбоносную роль. Спасибо ему за это. Ну, было дело. Ну, вот такой мужик. Ну, как он нас терпел, я сейчас вспоминаю. Вот так вот, знаешь. Ну, это мотором. Ну, это беспредель. Ну, молодежка уже. Ну, мы не то, что беспредельные, но мы вообще такие были. Ну, по нынешним меркам. Да, да. Дим, ты что? Курить в автобусе при трейдере. Ты что? С пивом. Ну, мы вообще... Я говорю, это вообще банда чистой воды. В чистой воды банда. Ну, результат давали, я так понимаю. Конечно. Мы еще и могли отбутскать кого хоть. Какая самая жесткая драка была здесь еще до твоего отъезда? Слушай, ну, ты знаешь, я такие стычки не помню. Но был момент. Вот сейчас мы с ребятами встречались как раз. Играли в турнире, там, 1975-1973 год. Ну, все, кто в Спартаке был. Ну, вот. И вот один вспомнил, Гоша Носков был. Он нормальный парень, он молодец, конечно. Ну, и мы с ним что-то... Это еще молодежка. И мы с ним цепанулись еще на льду. Вот. На льду цепанулись. Потом в раздевалке цепанулись. А потом ребята постарше, ну, молодежь, 1975-го, ну, как бы... Ну, как бы, я говорю, давай один на один. Ну, и все, вся команда вышла на улицу в парк. Встала в круг, и мы сбились. Вот. Ну, он, конечно, молодец. Я, конечно, ему прилично набуцкал. Ну, честно говоря, прилично набуцкал. Он там в Краину. Ну, характер. Молодец. Знаешь, заднюю не дал. Да последнюю я говорю, все, все, все. Ну, хорошую. Ну, там, сильно. Ну, и в тот момент родители его, как бы, ну, заяву на меня написали. А мне 16 лет еще не было. Или было. Ну, да. Заяву, вот это все дела. Ну, Дмитрий Васильевич тогда меня, как говорится, от малолетки отмазал. Ого. То есть, прям все так на грани было. Да, там серьезно было. Вот. Поэтому... Хотя вроде внутренние разборки, да? Внутренние, да. Ну, ты понимаешь, все-таки, ну, как бы, получилось так, что он-то молодец, как бы, характер задний не сдал. Ну, как бы, знаешь, ну, и я там уже, как бы, остановился, потому что понимал. Вот. А вот это все сильно было видно. Ну, и родители. Ну, родители есть родители. Знаешь, как они же пытались объяснить им что-то. И вот как-то Дмитрий Васильевич с ними уладил этот вопрос. Там, школа тоже меня там... Ну, как обычно, я во все эти переплеты... Попадаю. Да, сейчас так вопросы не решают, да? Ну, почему? Потому что в команде, наверное, да. А я про это говорю. Как ты узнал про драфт? У тебя девятый раунд, 223-й номер. А я тебе сейчас скажу, как я узнал пара драфт. А мы, значит, по-моему, мы были под Тулой на сборах предсезонка. Ну, и закончилось. Или выходные нас отпустили. Не, по-моему, все, предсезонка закончилась. И мы приехали в Москву. И собираемся в Петровску-Разумовскую другу посидеть. В выходной, там, компашка. Вот. Ну, и раз, и я купил газету «Спорт-экспресс». Ну, и открыл ее. В метро едем. Ну, и так смотрю, кого там там. А меня драфтовали. Меня задрафтовали на год позже. Потому что я по 30... Ну, понимаешь, там 30 июля у меня держать. То есть, у меня можно было на следующем, вот, 77-м годом. Ну, там, Леха Морозов. Ну, все, 77-й. Ну, ребята, там, кто там, Орехов. Ну, там, из Ярика. Ну, много. И так раз, что-то так иду, 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 иду. О! И я там, 223-й. И такой, как заору в метро. Меня драфтовали. Я говорю, поехали отмечать, представляю. Вагон в метро. Нет, ну, там, своим. А ты ждал этого? Ну, такую. В глубине души. Ну, ты знаешь, честно говоря, Дима, ну, как бы хотелось, конечно. Ну, тогда, знаешь, все хотели... Все смотрели туда. Да, да, смотрели туда, конечно. Все, ну, по-любому, как бы, там, кто ничего не говорил. Ну, НХЛ есть НХЛ, конечно. Вот. НХЛ есть НХЛ, и что ни говори. Ну, уже там, я вот здесь со скаут главный приезжал, Андрес Хэдберг, приезжал сюда, ну, из Торонто пару раз. Игры смотрел. Ну, Василь сыграл большую роль. Да. Он же был скаутом тогда. Торонто как раз. Да, да, да. Ничего себе. Да, и вот. И да, они мне там что-то присылали туда-сюда. Ну, и, короче говоря. Гостинцы? А потом... Ну, да, знаешь, там, эти, как, кофта такая, Торонто, Apple еще стартер, такие стартеры. Экипировкой заманивали? Да. Не, не заманивали, ну, просто, знаешь, как... Красивый ужас такой, да. Задрафтовали, вот, ну, как бы, там же тоже, как бы, драфтуют, они приезжают, кто там находится, им там вот это все спортивные костюмы, там, майки какие-то, кепки, ну, дают. Ты же не мог играть в Спартаке и ходить в Торонто? Мог я. Ну, не Спартак, а после, после тренировки. Нам, знаешь, какие выдали костюмы в Спартаке? Шерстяные? Красные. Какие? Красные. Блин, как же называлась эта фирма-то? Мы-ка однажды идем в Кубок Спартака, идем в красные штаны, красные эти, ну, прям такие алые. И бабушка какая-то, мы по Сокольниковам, по парку до базы перекурить. И бабушка с внучкой идет, гуляет, а мы так прошли, а внучка говорит, бабушка, а это что, пожарники? Ну, как-то так. Не, ну, как бы, знаешь, он... Ну, и потом... Не, Василь, спасибо ему. Ну, был момент прямо перед самым моим отъездом, уже мы в сборной этой... Вторая сборная была, а был тренер Николаев, царственное небесное... Сеич. Сеич, да. Сеич, который перекусить мог. И Ишматов. Что перекусить мог? Ты зубы свои перекусить, и руку тебе, палец дай. Ну, да, я пару историй только не буду, увеличившись. А я, знаешь, как тут так... А, ну, сейчас вот она. Ну, короче говоря, это... И мы на турнире в Швейцарии, а нас поселили... Ну, там, Швейцария, ну, Европа, вот они же любят, ну, там, домики такие вот под крышей сделать такие небольшие гостишки. Ну, прямо вот, ты и крышей занимаешься. Деревянненький, да? Да, да. Шале. Да, да, да. Вот. Ну, и, короче, мы в этой гостинице. А когда заходишь, ну, как бы на лифте поднимаешься, там такая стойка, ну, как бы стойка, да, стеклянный такой шкаф, и там лежат эти, как его, пистолеты времен, там, вот это, Пушкина, Дантеса, вот такие какие-то. Ну, лежат и лежат они, знаешь, там, за стеклом все закрыто. Ну, лежат, ну, как бы, ну, и все. Ну, мы турниры. Антиквариат такой, да? Да, 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 да. Вот это все. Ну, и, короче говоря, это мы сыграли, все выиграли, все. Ну, и на следующий день нам улетать. Ну, соответственно, у нас в номере присели. Ну, и так ребята уходят, заходят, уходят, заходят, а мы все сидим, как, знаешь, один. Ну, потом расскажу. Вот. Ты, короче, раз, вдруг Димон заходит и с этими стволами, ну, уже такие там, типа, знаешь, и как-то вот так вот я, он так раз напротив меня, я прям как сейчас помню, вот я так, да, и он сюда садится, и так как-то берет вот так их и кладет вот так передо мной. Дулом? Да я уже не помню, дулом, не дулом, ну, просто вот кладет передо мной. Получается, как бы, знаешь, как будто я их принес, и как будто я их положил себе под ноги. Ну, как-то вот так вот получилось. Или он потом встал, не помню, короче говоря, ладно. Ну, и мы вроде там, что у нас там, не помню, пиво, наверное. Вот. Ну, и все. Потом стук в дверь, тук-тук-тук, залетает Сеич. Я сижу, и тут эти стволы, вот эти игрушечные, не знаю, ботафори. Ты зачем? А там, видно, уже пошел кипиш у рецепшена. Стволы пропали. Ну, и они прям вот так, понимаешь, лежат. Ну, все. Я говорю, это вообще не мое, я вообще не это что, доказывай. Ну, и вся вот эта история, мы там как-то поехали домой, и тренерский совет. Ну, понимаешь, там, да? Тренерский совет, и на тренерский совет приезжает Андрей Схетберг. Собрать информацию, понимаешь, послушать. Отзывы. Отзывы. А Леня переводит, Леонид Владимирович переводит. Ну, и все. А там были, это как его, такие коммунисты, ну, правда, уже по возрасту умерли. Там Кострюков такой был, собственно, у небеса. Вот. Ну, они прям, ну, я для них, понимаешь, да, это вот, ну, это вообще избытки общества, как в СССР там говорили, знаешь, это как за 101-й километр его надо слать. То есть характеристику они б тебе сделали просто, да? Вообще их прям рвало, понимаешь, их рвало в клочья. Они прям, они видели меня уже, я понимал, что все, они готовы меня это отправить туда, на Колыму. Ну, вот. Ну, и, короче говоря, и они начинают, представляешь, вот это все. Да он, международный конфликт вот этот вот с этими пистолетами. Ну, нельзя, он это, там, это пьет, это то, это то, он вообще разлагает общую, все, вообще. Одни плюсы. Вообще, одни плюсы. И они без остановки, представляешь, по очереди им там выговориться, они сидели, молчали, им же надо на ком-то, блядь, и погнали по очереди, как из пулемета строчат. Леонид Владимирович потом, ну, он мне потом уже так рассказал. Он говорит, я сижу. А этот-то понимает, ну, как бы, что... По интонации ты понимаешь? Да, по интонации, по разговору. И все время, говорит, его спрашивают, ну, что они говорят? Он говорит, я сижу, и другое ему, блядь, он вообще в порядке. Он, ну, как бы, там, а что, говорит, они так, это, возбуждены. Да потому что он такой, там, этот, что, он вообще всех, блядь, крутит, вертит, там, заводит. Ну, такой, потом, фу, после этого вышли, говорит, я, говорит, за голову, фу. Я говорю, блин, спасибо, блин. Ну, если бы, ну, представляешь, был бы другой переводчик, и все. Ну, шансов было бы ноль, да, то есть, чтобы он услышал? Не, он услышал, ну, понимаешь, они немножко все равно, как бы, понимают, ну, вот это, ну, ну, плюсом бы это бы не обвернулось. Ну, тогда же они тоже о репутации, там, все эти скауты думали, то есть... Конечно, сейчас я думаю про репутацию. А они сейчас все время спрашивают. Сейчас еще больше. Больше, да, ну, спрашивают. Ну, ты знаешь, тогда просто, если честно так сказать, тогда просто сама НХЛ тоже была другая. Ну, вот я когда приехал туда, ты знаешь, ну, там, у нас везде в раздевалке стояло пиво в холодильниках, вот просто пиво. Стоит в холодильнике пиво, вообще никаких проблем. Мы в автобус садимся, у нас в автобусе два ящика льдом закиданное пиво после каждой игры. И также мы там, ну, мы там закидывали, приезжает команда гостевая, да, у нас человек там, пока мы играем, два ящика в раздевалку закидывает им и в автобус. И, то есть, ну, и вот так это всегда было. А мне, я не любил канадское пиво, ну, не то, что не любил канадское, оно немножко с газиками, знаешь, такое у меня так на голодный желудок. Нет, оно фильтрованное, но с газиками оно немножко. И меня немножко это, после игры на голодный желудок подкручивало желудок. Я все время Ханикен пил. Вот. И ребята уже знали все там, да, ну, как бы и противники. И вот закидывали два ящика этого какого, ну, вот этого, Миллер там, как бы, Бадлайт. Молсон. Ну, да, Молсон, ну, вот это все, они же, Молсон – это завод, а там Бадлайт, вот это все. И шесть баночек всегда Ханикен. То есть, у тебя сразу репутация была? Да, да, да. То есть, это как бы было. Ну, давай про первый день. Ты приехал в Канаду, вот ты выходишь с самолета. А может быть, поговорим еще сначала, как я уехал? А давай с этого начнем. Как ты уехал? Да не, уехал я нормально, но мы тут отыграли. Ну, мы закончили, в плей-офф не попали, а как раз уже там и мне позвонили из Торонто и говорят… Это лето? Нет, какое лето? Вот сезон февраль такой, март, раньше уже поменьше игр было, мы в плей-офф не попали. Ну, мне говорят, типа того, спрашивают, не хочешь поехать типа того в фармклуб, ну, как бы поиграть с ними там несколько игр в сезоне и плей-оффчик. Ну, и как бы познакомишься, а я до этого уже съездил в тренировочный лагерь. Меня отпустили из «Спартака», ознакомительные чисто. Ну, вот пригласили посмотреть. Ну, там классно было, конечно. Ну, и, короче говоря, это… Я говорю, а что нет? Конечно, да, но я же понимаю, что это… Они хотят на меня посмотреть, но это шанс, да, какой-то. Вот. Я говорю, да. Ну, и мы здесь закончили, две недели ходили, гуляли, гуляли, тренироваться. Ну, какой кто будет тренироваться? Ну, погуляли туда-сюда. Вот. Я помню, как мы… Я, Серега Шаламай, Кузя, Димка Клевакин ездили в американское посольство. Я визу получал. Я говорю, подождите. Они тебя подстраховывали? Да они, да. Мы потому что оттуда должны были куда-то ехать. Ну, и все. Ну, и я так раз все меня так провожаю. Давай. Ну, полетел. Ну, мне билет взяли с пересадкой. Я там 13 часов летел. Прилетаю, еще не спал. Ну, как обычно все. Там ночью только провожали, гуляли. Ну, и еще. Прилетаю, так меня там встречают в аэропорту. Часов пять. Ну, что, поехали на стадион. У тебя игра. В семь. Я говорю, как игра? Ну, да, ты играешь. С самолетом. Да, с самолетом. Прям. Я 13 пролетел. А еще, знаешь, самое интересное. Я взял… А клюшек-то не было. Мы там где-то крюки… Ну, знаешь, особо ничего. У меня там потреснутый крюк вот этот полусломанный. Я его там замотал. Приезжаю. Ну, там клюшки. Я так… А мне спать уже хочется. Представляешь, вообще… Да, играю. И все. Мне поставили играть. Я выхожу, не понимаю. А Филадельфия… Они играли тогда на… Сейчас у них новый. Ну, потом, когда я уже был. А тогда еще… Ну, он тоже большой. Все там, народу. Вот. Ну, и так я в полудреме вышел. А там Влад Булин был. Филадельфин. Он играл. Он, кстати, это мне помогло. Ну, и… Там такой волосатый был какой-то. Он такой небольшой. Волосатый-волосатый. Ну, знаешь, чистый рокер из этого… Какого? Из Али… Это какого? Из металлики. Вот. Сносится что-то, бегает. Ну, и бежит так шайбу, знаешь, так на синюю. И он, смотрю, несется. Я ее раз обратно так. Думаю, да пошел ты. Как дал ему шлагбаум. А это боец. Один из сильнейших в лиге. И погонял у него Фрэнки Энимал. И у меня на две минуты у него там что-то с челюстью. Ну, я-то не знаю, ничего не понимаю. Я только в раздевалку прихожу. Ну, перерыв. А, еще по… Этот там… Этот дурачок этот… Как они вот эти… Ну, которые одеваются… Как их называют? Ну, вот у нас ска, кони… Маскот. Маскот, да. Маскот еще что-то вон здесь… Вот тут этот… Какие-то эти… Каракатуры там что-то показывал… Показывал… А прислонился к этому. А там же стекла такие. Мягенькие. Ну, я так вот… Подпрыгнул. Еще и маскота… Маскота еще. Ну, и все. В раздевалку прихожу. Так… Полу… Не понимаю. Ну, как я… Ну, понимаешь, что там… Yes, no, beer. И факт. Они что-то мне пытаются рассказать и объяснить… Объяснить, кого ты уработал там, да? Ну, да. Или будь осторожен, что-то такое. Приятель, будь внимательней. Как и в песне. Повсюду. Вот. А этот там… Это Влад после игры мне рассказал. Хорошо, у нас один-агент был тогда. Ну, и как бы… Он постарше. Ну, мы знали друг друга еще здесь там. Вот. А этот там орет. Кто это? Хуй заскай, бля. В раздевалке. Ему что-то челюсти. Ну, то ли трещины. Ну, короче, пизданул. Нормально. А он-то вообще рвет и мечет. Я его убью, бля, сейчас, нахуй. Убью сейчас это. Кто это? Ну, вот. И Влад такой, говорит, слушай, ну, там, Фрэнки. А он так нормальный парняк. Он как раз оттуда, с Ньюфауленда, где вот Сент-Джонс. Ну, фарм-клуб Торонто. Вот. И он это… И он, говорит, Фрэнки, слушай, парень из России. Он наших правил не знает. Он вот, ты знаешь, он прям с самолета. Он 15 часов летел. Его поставили играть. Слушай, мне, наверное, фортануло то, что я ему что-то сломал. Или трещина была. И его просто уже доктора не выпустили. Ну, и Влад, конечно, помог. Он, говорит, он просто правил наших не знает еще. Ну, представляешь, сейчас кинули. Он 20 часов летел. Его в пекло кинули. Он спит. У него время на 10 часов другое. Ну, и все. Ну, и как бы он больше, по-моему, он больше не играл. Ну, и все. Нормально. Не, никто мне больше там. Мы так нормально доиграли. Потом пошли с Владом заехали пивка побить. Он мне все это рассказал. Я говорю, Влад, ну, как бы. Фрэнки Энимал. Фрэнки Энимал. Фрэнки Энимал. А потом мы уже, когда встретились в Нифаундель, ну, как бы, там я уже ребят знал. Ну, как бы, знали. Ну, мы нормально сидели. У меня почему-то вот с Товгайами всегда вообще... Они классные ребята. Вот в баре они все время меня пивом угощали. Ну, а на площадке? А на площадке они не могли попасть в меня, ну, по правилам. Они бегали за мной всегда. Ну, я так заднюю не давал. Ну, как бы, и с такими, которые Товгай-Товгай. Ну, понимаешь, они же разные есть. Есть средние, которые могут побиться. Средние, да, такой. Вот. С ними я мог схлестнуться. Ну, и с этими заднюю не давал. По-жесткому бил. Ну, они как бы катались и катаются все равно не очень. Можно где-то подсесть, уйти там. Особенно был этот, как Ворел. Такой черный. Высокий такой. Ну, вот это я над ним издевался вообще. Вообще просто. Унющие ноздри так раздувались начисто. А он высокий, ноги большие. Я только подсел, он в сальто полетел. Не, ну, там, конечно, было весело. Ну, я не могу сказать, что... Я так вспоминаю. Ну, у нас команда была. Ну, и двухсигнут какого. Там ты что? В каждой игре. Там был Валендерс этот. Каминский. Ну, не наш. Не Ян Каминский, который там взял. А, ну, он американец. Он такой небольшой рост, но такой подленький. Что, на Эвере? Да, типа Эвере, знаешь. Типа Эвере. И он как-то раз так... Я бы как сейчас помню этот момент. Он так бежит, вратарь прижимает. И он так, знаешь, ему так... Буф! По ловушке. Ну, он же по накату идет к вратарю. Ну, и получается, перед ним прям, ну, как бы останавливается еще это. Добавляет снежком. Смешком. Да. И тут со всех сторон... Вообще без разговоров. А я еще играл с Бурдогом. Царство Небесное. А он... Ну, тоже он там в НХЛ поиграл. Высокий такой. Ну, и он добгабь бился. Ну, нормальный парняга. И мы прям с двух сторон его. Вообще даже, знаешь, это... Без здрасте. Да не то, что здрасте. Даже и вот без пиха, без всего. Прям вот так вот с двух сторон. Как начали его бускать. Там кто-то еще подлетает. Как начали его дубасить. Ну, короче, там сразу было весело. Да, разминка была. Знаешь, я все время так растягивался около красной линии. Ну, примерно так между синий и красный. Только коньком кто-то заедет, понеслась. Да? Да. Ты что? Серьезно? На разминке? Да. На разминке. А знаешь, иногда так растягиваешь, смотришь так. Один, красные линии, второй, третий с той стороны. Так, знаешь, группировочки так подкатывают. Там базарчик, труд. Так. Смотришь по настроению лица. Да нет, наверное, ничего не будет. Знаешь, если бы в футболе мяч в интерполе на разминке... Нет, ты что? Раньше был вот... Соперник вот только на красную линию заехал, лезвием. Все, понеслась. Ну, классно было. Тогда матч мог не начаться. Ну, так, нет. Сначала побуцкались, потом поначали. Что за история у тебя была с коньками на первой игре? Когда их не было. Вернее. Твоих. Ну, а вот. А как раз этот ворел, вот этот черненький. Ну, короче говоря, мы... А где мы были-то? Хвартворды? По-моему, под Хартвордом. А это фармклуб Флориды был. Фармклуб Флориды. И у нас две игры подряд. Мы игру играем и дневные игры. Выходные попались. Дневную игру одну сыграли. Ну, и что там? А там вот этот... Дэвид Немировский как раз был тогда. Который сейчас тренер. Да, да, да. Дэвид за Флориду. Олег Кваша был, но его с нами не было, по-моему. Кто еще? Ну, там Джейсон Подолу. Ну, вся наша банда и их банда. Ну, и мы собираемся пообедать, пивка попить, пиццу поесть. Ну, посидеть, поболтать. Мы сидим в баре. Туда-сюда звонок в бар. А там барная стойка так сделана. Знаешь, так красиво. Квадратом так. Ну, зал большой. И туда, и сюда. И там краны. Вот. Ну, и раз, звонок прямо в бар. И он как раз это... Около бара стоял. Он так, Дэнни, тебя. Я раз так, нифига себе. Подхожу, там, алё. Звонит тренер. Тоже вот такой мужик. Алмакадом. Вот. И он говорит, так. А я уже до этого съездил. Меня поднимали. Ну, вызывали. И я пролетел 4 часа из Нифамзи, из Коронто. То есть, давай поясним. Из фарма. Да, с фарма. Да. Подняли. Вызвали. Я захожу в раздевалку. А старый дворец Мэдисон Сквергарден. Ну, он же старый был. И там вот раздевалка. Да. А получается, что вот докторская. Где вот велосипеды. И докторская. Докторская. Немножко вниз. Как бы в подвальном помещении. Вот. Ну, и, короче говоря. И там парень один. Это как Роб Зеттлер. У него там тазобедренный сустав. Он ходить не может. Играть он не может. Туда-сюда. Ну, и я приехал. Да. Мне там форму. Все посадили. С Мацом Сандиным. Здесь рядом. Все там. Знаешь, это я. И так выход. Как раз получается. Ты выходишь. Первый шаг делаешь. И видишь. Ну, как бы вот эту часть. Да. И он так раз оттуда. Хоп. Шаг. Меня видит. Ага. В обратку. И типа того. К доктору. Давай посмотрим перед игрой. Смогу я. Не смогу. Ну, короче говоря. Он смог. Ну, я просидел. Покатался. Там. Мне сказали. Ты не играешь. Вот. Ну, пошел нам наверх. Это то, сё. Вот. А на следующий день. Олстергейм. Перерыв. Ну, меня, соответственно. Никто держать не будет. Вот. Ну, и все. Обратно билет мне на следующий день дали. Вот. Ну, мы к Березе щей захотелось. Береза Сергей Березин. К Сереге Березину. Домой. После игры. Ну, как. Посидели. Щи поели. Как надо. Ну, так. Ну, знаешь. Рассчитано все. Там. 40 минут дома до аэропорта ехать. Ну, все. Там. Настолько-то. Настолько-то. Он мне Лима. Подогнал. И снегопад. Выпадает. Вообще все засыпает. Приезжаем туда. Рейс там что-то. А. Опоздал. Потом пока он ехал. Снегопад. На этот рейс опоздал. Встречаю там генерального менеджера. Билл Уотерса. А он летит на Олстергейм. Он. Да ничего. Там сейчас поменяем. Туда-сюда. Не переживай. Там. Позвони туда. Тебе все поменяют. Ну, все. Мне поменяли билет там. Примерно на 4 часа. У меня там 6 часов времени еще. В аэропорту свободно. В аэропорту. Да. Я. Береза. Я еду обратно. Разогревающий. Хорошо, что я вот эти вещи свои. Баул. И вот вещи уже прям сразу там оставил за... Возле гейта? Нет. Я сдал все прям туда. Можно было сдать. Каберу хранения, да? Нет. Прям вот на этот самолет, который будет. Они уже все там пометили. И они потом сами его загрузили. Ну, вот. Ну, береза. Ищи. Не ищи. Короче говоря, это... Я говорю, все. Хватит лимузины заказывать. Туда-сюда. Я говорю, просто такси поймаю. Они медленные, да? Да. Я говорю, и доеду. Ну, и все. Ну, и время. Я говорю, что-то такое. Я говорю, да все. Уже вроде растаяло. Расчистили. Туда-сюда. Ну, как бы. Я говорю, ну, сейчас-то вообще там часик возьму. Ну, все. Ну, да. Выскакиваем. Фух. Такси. Ай-халям-малям. Поехали по вот этот. Индус. На лысой резине. Блядь. Все, представляешь, едут там 60-80 километров в час. А он 30. Я ему говорю, ты! Цикель-цикеля-лю-лю-лю. Я опоздаю. Понимаешь? Я опоздаю так. А он говорит мне в ответ. Мне твоя жизнь дороже. Представляешь, и как вот ему объяснить. Я говорю, да прибавь хотя бы до полтинничка-то. А он 30 едет. Там все вот так. Чик-чик обгоняют. У меня уже все. Я говорю, я опоздаю. Ну, короче говоря, залетаю в аэропорт, прохожу вот эту стойку, да, но у меня уже посадочная. Все. Вот так. И в эту трубу. А они уже дверь закрывают. И я кричу. Эй! Я здесь! Ну, они так. Давай-давай. И все. И прям за мной дверь закрывают. Фу. Как прямо в фильме «Бра-2», да? Да вообще. Красиво. Не, ну весело. Так, а коньки в итоге? Ну, все. Вот они меня вызвали. Я туда-сюда слетал. Вот. Правда, мне этот доктор команды подарил Найку. Ой, Найк. Куртягу такой с Олимпиады красную. Классную. Ну, вот. Ну, и все. Я приехал. Ну, и проходит время. Вот меня вызывают. Я тренеру говорю. Я говорю, Эл, слушай, а я буду играть? Ну, типа того. Он говорит, ну, я как бы не знаю, но вызывает. Я говорю, слушай, Эл, ну, я вот дословно. Я не то, что там что-то привираю. Ну, как бы вообще. Я говорю, слушай, ну, у меня нет этой карточки. Аэр Майлс. Ну, вот эти, где поинты. Знаешь, за то, что ты полетаешь. Я говорю, ну, что, я опять прилечу. Ты можешь узнать, буду я играть или нет? Он говорит, ну, хорошо. Ну, вот раз потом через час, наверное, звонок опять в бар. Он говорит, да, будешь играть. Значит, форму тебе этот сервисмен сходит, соберет и положит в номер. Вот. А ты там давай не задерживайся. Типа того. Особо там не расходись. Вот. Я говорю, все, хорошо. Ну, потом в одиннадцать звонок в бар. Я говорю, да мы ужинаем, ужин заканчиваем. Он говорит, ну, что, долго ужинать? В одиннадцать звонок в бар. Только второе блюдо принесли. Да. Я говорю, мы же тогда обедали, а сейчас ужинаем. Вот. Ну, и где-то я, наверное, часам к двум поехал в гостиницу, а в четыре вставать. Ну, стылаешь. Да. Ну, и там все, что заказали, уже машины там ехать. Вот. А мы как раз в номере проживали вместе с Джейсоном Подоланом. И у него графы, только у него 703-е были. И у меня графы, только 707-е. И в раздевалке мы рядом. Ну, и как бы, знаешь, так. Вот. Ну, и, короче говоря, это... Ну, я приехал, а он попозже. Они еще сидели там. Ну, и, короче, раз, и баул стоит. Что я вокруг него так думаю? Дай-ка посмотрю, что там он положил, что не то. Ну, и так раз, а у Пода были это, 45-й. Лыжи. Вот. Я так раз достаю. Ё. Это же Пода коньки. Я этому звонить, сервисмену. А он это, не алло. Готовы? Пленку жует вообще конкретно. Конкретно я говорю, а его тоже Дэн. Я говорю, Дэн, я говорю, ты мне Пода коньки. Я говорю, беги на стадион. А он мне говорит, все, закрыто. Возможности нету. Я говорю, мне завтра улетать. Я говорю, ты мне коньки чужие положил. Ну, короче говоря, я не могу. А жует вообще просто. Ну, короче говоря. Ну, и Пода уже ходит. Я говорю, Пода. Типа того. Смотри, что я тут положил. Он говорит, ну, померь, бери. Я играть не буду. С 45-й? Ну, да. Они побольше. У меня там где-то 44-й. А у него 45-й. Что-то болтаются. Но я-то в полной уверенности, что, знаешь, этот Дэн завтра проснется с утра пораньше самым первым самолетом в Торонто отправит мои коньки. И как раз к игре к вечеру коньки будут на месте. Вот. Ну, ладно. Я улетел, уехал туда-сюда. Там мне форму забирают. Раз, раскладывают. А где коньки твои? Я говорю, забыли эти там. То есть, ты не взял Пода коньки? Ну, конечно, нет. Я говорю, ну, а ничего, они лыжи. Я говорю, не, Пода. Я-то думал еще как-то есть возможность своих выйти на первую игру в НХЛ против Далласа. Против Мадана. Ну, короче говоря, это все. Здрасте. Прилетаю. А надо же на разминку утреннюю, на тренированную раскатку выходить. Береза мне дает свои 9,5. Представляешь, я как, ну, погоди, поджал там. Болит все. Ну, как-то там раскатка эта прошла. Ну, и все, этот сервисмен там, он пошел в магазин или послал кого-то. Они купили простые коньки, ну, которые продавали, 703 графы. Вот. Ну, и принесли. Ну, и все. Я там, конечно, ночь не спал там. Потом, какой сон, может быть, если ты первую игру и на чужих, вообще на новых коньках. И днем не спал толком. Ну, пришел там, грели, два раза охлаждали, ходил там по раздевалке. Все. Ну, и игра начинается. А там, вот, молодой, если кого-то поднимает, первые минуты, там, минуты 3-4 стараются, ну, не выпускать. Ну, знаешь, чтобы там, потому что еще и команда такая отдалась, там, они на первом месте перли там. Виндайк, там, Хау, я не помню, Хау, не, по-моему, Хау еще не было. Ну, Мадан, ну, да у них там банда была. Серега Зубов. Ну, там приличная банда. Вот. И они как начали топтать. Ну, и, короче говоря, представляешь, новые коньки. Еще же надо завязать, чтобы с коньков мне выскочить. И я вот это все, у меня уже ноги сводят, я 3 минуты сижу вот так вот. И мне так, давай, выходи. И как раз бросание в зоне, это как у Далласа. И как-то так получилось, Мадана, выиграли туда и шайба улетала. А раньше надо было бежать и дотронуться до шайбы, тогда только проброс. И я так на синей линии, у меня вот это все уже затекло, я так разворачиваюсь и понимаю, да, так, так. Дум, дум. Как Рыбаков. Да. Дум, дум. И так что-то обвернулся, а этот Мадан, как дал свою. И так он уже, так у меня, думаю, все, сейчас накроет. Но мне пришлось падать, знаешь, я упал и там даже обвернулся, свистнули. Ну, все, потом так раскатался, ничего. Передачку я не отдавал, по-моему. Или 6-1 мы сыграли. Что-то я не помню. Или 6-0. Все-таки, наверное, 6-0. В новых коньках с магазина. Ничего себе. Да. Ну, и все. И потом так вот остался на 703-х. Понравились они мне. И все. Ну, конечно, сделали уже с фабрики, все по ноге. И так вот до сих пор на 703-х. Все, кто в то время играл, рассказывают про тебя главное. У тебя в каждой раздевалке, где бы ты ни был, в Каролине, Филадельфии была курилка. Да. Ну, нет. Ну, как бы, знаешь, вот я вот с кем-то сейчас тоже из ребят разговаривал. И говорю, ну, там профессионалист, там, знаешь, ну, профессионал это профессионал, да. То есть, вот мне как Пэт Квин, я помню тоже вот, когда уже не в этот первый год, а на следующий год, да, в команду уже я закрепился все, ну, как бы, в Торонто. И он меня вызвал и сказал вот так вот. Он говорит, мне все равно, вообще все равно, что ты делаешь до игры. У каждого свои, там, да, там. Вот хочешь, на голове стой. Хочешь, там, не знаю, на чем-нибудь другом стой. Сиди, стой, лежи, там, лази. Мне вообще все равно. Самое главное в 7 часов работа. Все. Делаешь работу хорошо, проблем никаких нет. Если что-то, я вижу как тренер, что-то не так, ну, понимаешь, да, я тебе дам знать. Все. Вот она, свобода. Профессионализм. Все. Вот она. Е-хо, погнали. Ну, как это заустроено? Ну, как? И так же с Курилкой. Ну, в Торонто мне сделали, вот, в старом, в медицинском, вот, в старом, мне приходилось идти через людей. Я вот так половинку, ну, в коньках. Перерыв. Перерыв. Да. Люди хот-доги едят, пиво, да? И ты проходил мимо? Ну, люди там, да, стоят, а я мимо них в этом, как его, в кепочке, кофточка, и на этих тинь-тинь-тинь-тинь, в это, где стирали форму, туда захожу, и в обраточку. Ну, там люди, да. Ну, как бы. Как они? Обращали внимание на тебя? Ну, как, они в шоке, наверное? Да я не знаю, не спрашиваю. В шоке они, нет. Вот, и туда. А на следующий год уже как раз новый вот «Аркеннадо» центр построили, и там уже выходить не надо. Там прямо в разделке, ну, там классно, конечно. И, ну, по тем временам, я думаю, что самая сильная была раздевалка и дворец «Аркеннадо», когда его потом построили, самый сильный в лиге был. Вот. А там уже в раздевалке тоже, ну, как бы не курительная, а где стирают, вытяжка крутится, и мне поставили табуреточку такую, постелили на пол такую резиночку, вот. Вот. И я вот так садился, и в этот вот барабан, в этот так. Я так понимаю, что это архитекторы специально делают. Ну, короче, так как-то что-то, знаешь, первый период заканчивается, а мы в меньшинстве, и нас что-то так подволтузили, и я прям все скинул. Надо подышать. Поднаелся, да, так только, знаешь, так. Туда в это выдыхаю, так. Только затяжку делаю, дверь открывается, второй тренер или клип пришел с этой фигней. И я так, руку держу здесь, он такой, знаешь, как в том анекдоте, бобер, выдыхай, типа того. Я так, ты вот так, там-там-там-там-там-там, ну, что-то вот так. Надо было там по-другому сделать. Да кури, говорит. Вот, вот такие были, но они старые, закалка, понимаешь, что он еще играл в 72-й год против суперсерии. Ну, а там что еще было? Ну, они сами такие были. Ну, ты, Дим, я тебе говорю, вот я не играл когда в этом. Вайлендер самый плохой стадион был. Вайлендер старый. Там не было особо вот этих лишних помещений. Это лонгалинги? Да, лонгалинги, да. И мне приходилось, а они тогда сигары курили в перерыве у них. И мне приходилось в тренерскую заходить курить. Ну, они-то сигары накурят в перерыве. Вот. И я в тренерскую раз зайду, покурю. Ну, как будто они сигары курили. Ну, правда, они потом прочухали, запах другой этот. Поэтому мне все время, говорит, опять курил у нас в тренерской. Я говорю, это не я. И вот я захожу в тренерскую, рассказываю. Большая пепельница у одного, сигарка. Вторая пепельница, сигарка. Тут вискарик стоит. Вот так было раньше. Ну, это тренера. Ну, вот такие. Нет, ты знаешь, там, ну, вот такие люди. А в Детройте? А в Детройте, в Детройте мне... Потом в Каролине... Нет, ну... А, в Каролине мне тоже не очень удобно было. В Нэшвилле мне вообще комнату выделили. Поставили диваны такие кожаные. Двоечку, двоечку. С кассеткой можно было поглядеть, что-нибудь посидеть. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Мне хорошее там было. Вот. А в Детройте я в соседней раздевалке тоже обосновался. А ребята, это как работники. Вот. Они тоже иногда ко мне заходили перекурить. Ну, чтобы на улицу не бегать. Они мне зажигалочку на шнурочке повесили. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ну, так. Не, ну, люди вот такие, чем мы до сих пор, ну, как бы, вот встречают. Потом там заливщик, кто там... Ну, как бы вообще класс. Зайдут иногда там по... Ля-ля-та-па-ля, поболтаем. Тоже душевно, да? Все стереотипы тоже. Почему? Да. Просто. А я скоро вообще... Вот мне уже много людей говорят, пиши книгу. Я сам уже думал, может, книгу написать. А почему? Вот прям все по чесноку. Вот все. Ну, это будет бестселлер. Ну, будет, да. И я буду тогда. Подожди, подожди. А когда ты в Россию вернулся, ты как, тоже тебе выдавали комнату там в Подольске или там в Магнитке? В Подольске, да. Я в соседнюю ходил. В Динамо. В Динамо я в душе, получается, закрывал. В душе это классик. Но самое интересное, знаешь, где было? В Атланте. В Атланте там так выход на лед из раздевалки. И вот эти, ну, которые выдвигают, чтобы болельщики здесь уже трибуны начинаются. И здесь вот с правой стороны был такой небольшой туалетик. Ну, и я туда. А потом запретили на стадионах вот это все запреты. И там все время стоял полицейский. И он такой черненький. Ну, и, короче говоря, это... Он поначалу не понимал, что это он нельзя. Я говорю, да хорош ты. Какой нельзя. Тебе нельзя, а мне можно. Ты в форме, да, спокойно? Ну, я так, сначала-то я так передыграю, потом. Ну, нормально. То есть, знаешь, вот, ну, везде относились. Самое такое неудобное было, наверное, Сент-Луис. Там приходилось под трибуной. Там не было вот как раз такой комнатки. Вот. Они не понимали, откуда дым идет. Кто дымит. Да, кто дымит. А в сборную у тебя тоже не было проблем с этим? Нет, никаких. И на Олимпиаде? Ну, я, знаешь как, я никогда вот так, чтобы в открытую, ну, как бы, да, вот стоять, ну, там, знаешь, я все время куда-то там... А раньше же летали. Я прямо на взлетной полосе курил. Автобус подъезжал к самолету. Мы прилетели. Пока посадка шла? Или посадка, или прилетели. Автобус прямо к трапу подлетает, подъезжает. Два. Прям на взлетку. Раньше другие же правила были. До одиннадцатого. Да, пока они не взорвали. Вот. Еще я прям выхожу, раз за автобус встану, покурю, быстренько, раз, и в автобус поехали. Вообще проблем не было. Не, а там, а ты знаешь, ребята тоже покуривали, но в основном, когда в баре, там, если выпьют, там, да, я уже знал, если там, мы где-то остаемся в городе, мне надо пару пачек в карман положить, потому что еще стрелки. Стреляли, да? Да. Ну, не все стреляли. Давай про сборную поговорим. Два больших турнира. Начнем, наверное, с Солт-Лейка. Как раз мы сейчас перейдем ко второму чаю. Ой, вообще, да, да. Это Любао из провинции Гуанси 2016 года. Так очень старый и очень вкусный. Спешл эдишн, как всегда. Тоже. Мощно. Только мощно. Давай, 2002, Солт-Лейк. Банда там у вас тоже колоссальная. Вообще, конечно, тот олимпийский турнир был гениальный. А что, я знаешь, как это, 2002, я как раз, меня поменяли как раз. Феникс. Тоже позвонил, это как его, агент. А когда меня поменяли-то, я что-то не понял. Нас березы поменяли. Ну, мы уже. Первый год у тебя. Да. Мы уже в Торонто, это как его, взорвали все, что можно. Взорвали все, что можно, и Пэт Квинн уже стал безоружным. Там уже начали наезжать на него. Ну, как бы. Он потом в книге написал, это моя самая большая ошибка, что я поменял Дэнни Маркова. Вот книга у меня лежит дома. Торонто большая. Вот. Ну, как бы. Ну, я понимаю, что он уже был без козырей. Он нечем. Я плохо себя... Ну, не то, что плохо. Ну, доля вины есть в этом обмене моя. Сто процентов. Ну, и, конечно, там помогли. Доброжелатели. Ну, это ладно уже. Бог нам всем судья. Вот. Но, ты знаешь, вот честно, Дэн, то ли я день рождения отмечал свой. У тебя все с этого начинается. Да. То ли день рождения отмечал свой, или то ли просто встреча с друзьями, я не помню. Ну, я так просыпаюсь, меня ночью поменяли. И, короче говоря, как-то все набрали мне то ли родители, или агент. И он так набирает. Дэнни, тебя типа поменяли. Я говорю, ну, и слава богу. Хорошо. Ты знаешь, я уже как-то, ну, сам для меня, ну, что понимал, что для меня надо сменить обстановку. Вот. И я как-то обрадовался, честно говоря, что меня поменяли. Феникс. Угу. И это первый, это первый раз, это первый раз, когда я летом не тренировался вообще. Ну, вот я не беру вот это, ну, по часу там кататься, ну, вот так, чтобы... Готовиться, да? Да, вот чтобы готовиться, да, так нормально, да. Ну, как-то там все такое, лето было тяжелое такое, какое-то такое все, ну, как-то все получилось. И я прилетел туда, сдал тесты, ну, там по 100 человек. И вот, знаешь, после тестов обычно там собрание скауты, руководство, главные тренера, ребята все, кто в кемпе, там, ну, вступительное слово перед кемпом, то все там, давайте это, да, будем смотреть на это, на это, вот это все, начинаются игры. И прям тренер так явно выражал недовольство, ну, физическим состоянием некоторых игроков, вновь прибывших в команду. Такой легкий акцент, да? Да, акцент легкий такой, но я-то понимал, что это он про меня. Вот. Ну, не называл фамилии? Не, без фамилии. Вот. Они в личных, знаешь, когда, ну, а так, ну, там и так понятно было. Вот. И все. И начался тренинг кемп, игры туда-сюда, физика. Ну, я как-то быстро так втянулся, ну, форму набрал, там, есть такие, там, я прыгал много на резинке, вот мои любимые, как-то я так быстро втянулся, вот. И в первой тренировочной игре, мне, наверное, это помогло, я крутанул кисть, кисть крутанул, и все, игры для меня закончились до последней игры, и я только тренировался. Ну, и там, соответственно, дополнительно все, вот это, у меня две недели вот эти были, быстренько набрать форму, прийти в себя. Ну, и все. И играл я по 30 минут, Линстрим, Гончара, я по 30 минут не уходил с площадки, ну, и хороший сезон. Ну, вот если набрал форму к Олимпиадам. Да, 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 да. Вот. Ну, и все, Олимпиада, меня пригласили, ну, что, приехали. Очень хорошая команда была. И вот как-то вот этот момент, конечно, с америкосами. Как-то мы так провалились на два периода, вообще непонятно. Ну, а что было-то? Ты вот сейчас как это объяснишь? Потому что третий период у вас гениальный был абсолютно. Ну, знаешь, никто понять не мог, что это вообще было, если честно. Ну, да, там, ну, можно сказать, ну, предвзятость, ну, там, знаешь, там тоже такая, меня же потом дисквалифицировали на игру с белорусами. Потому что там Макрери судья, и он так-то нормально был, а я ему там напоказывал, ну, типа того. Там, где он был неправ, да? У нас с белорусами, наверное, напомню, что это на бронзу. Да, меня дисквалифицировали, да. Ну, я ему там и так сказал по-английски, типа, работай. Ну, хорошо, говорю. Мне потом Владимир Черзинов наяви, знаешь, там, отсчитывал. Ну, тебе это надо было. Я говорю, ну, как, ну, а как, ну. Кипит. Да вообще. Там еще вот этот гол Фантом, ну, не Фантом был, не был. Самсона. Да, да, да. Самсона там вот это. А тогда же, ну, особенно это не разбирали. Это сейчас все прям чик-чик-чик-чик, и все ясно. А тогда-то ничего не ясного было. Потом еще удаление вот эти, понимаешь, там есть такая у них. Ну, это уже с опытом. Потом по молодости, конечно, я этого тоже не знал. А потом-то, ну, даешь так-так-так удаление, забили. А потом в обретку. Ну, как бы, понимаешь, когда ты ведешь 2-0, еще надо забить. Ну, как бы, да. Уже во втором там. Ну, как бы, дальше. Ну, так. Своя эта каша. Ну, и все. Я там тоже курил. Это как в раздевалке соседней. Вот. Вот. Мне там лежали сигареты. И я так раз пока раскинулся после второго периода. Захожу туда, раз так. А там Вячеслав Александрович уже не выдержал. Такой. Фетисов. Да. 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 Ну, я так. А я откуда знаю, что происходит. Я самый молодой почти в команде. Ну, кроме Ковальчука, 18 лет. Я говорю один. Я говорю. Ужас. И что? Происходит. Ну, вот. Ну, поговорили и вышли другими вообще. Ну, поговорили, да. Вышли. А я помню такое это. А, иголки сразу в первой смене забили. Леха Ковалев забил. Мы что-то то ли договорились. Я сейчас не помню. То ли мы договорились играть на проброс. Ну, вбросить с отскоком. Не помню. Или так получилось. Я вбросил. Так. Сразу как-то. А он побежал. И он с неудобной и сразу забил это. Какой первый угол. Прям первый же сменник. Вот. Потом раз-раз. Еще. Вот. И потом вот этот. Ну, не хватило, конечно. Ну, сам виноват. А что? Ну, какая-то. Давай самая яркая история оттуда. Около хоккейная. А там ничего не было. Не может быть такого. Да не было. Все такие приехали и ничего не было. Не-не. Вот там вот этот турнир. Я вот честно говорю. Вот на двух олимпиадах был. И как бы вот то, что касается дисциплины, было все ровно вообще. Вот с этим нарушением режима. Там команда была такая. Ну, там, может, свои какие-то обиды внутренние. Ну. Да, внутренние. Ну, как бы. Да нет. Ну, все было нормально. Ну, мы как-то это. А. Ну, короче говоря. Вот. Точно. Точно. Ну, короче говоря. На нас поселили опять. Ну, как там. Какой-то университет. Да. А вот. Ну, так. Дверь. Потом такая комнатка небольшая. Мы ее сразу оборудовали. Диванчики, столик, кофе, телевизор, кассетки или диски. Все вот здесь у нас было. Вот. Влево уходишь. Так. Две комнатки маленькие. В первый гончар Каспор. Гонч Каспор. Там два брата Боре. Валерка с Пашкой. И у них напротив туалет. Сюда, значит, Жама Мирон, Борька. И дальше комната. Я и Пашку к нам подселили. Ну. И у нас туалет. Ну, и все. Я, значит, с утра первый. Кофе. Бам. Пошел. Потом. Боряня. Жама. И все это как его. А Пашка, он, ну, такой. Ну, как бы, ну, знаешь, как бы еще не особо знаком был. Он там книжку читал. Там лежал. Ну, знаешь, такой. Не выходил особо вот, ну, вот в эту такую, знаешь, эту жизнь. Ну, да. Стеснялся как бы. А там постоянно у нас там, знаешь, там еще торпища взойдет. Ну, все, знаешь, там. Потом фигуристы. Это Женька Плющенко постоянно. И фигуристки там выиграли. Ну, такая тусовка. Знаешь, так народ всегда там туда-сюда, кто поболтать, кто чего. Ну, вот. Ну, и, короче, это. Ну, и так, знаешь, это. Один покурил, потом, говорит, покурил. Опять пошли, покурили туда-сюда. Ну, и, короче, вот так, как говорят, там в этом туалете чат, блядь. Еще Каспар, блядь, бумагу туалетную забегает. Пиздит. Зачем? Ну, как зачем? Не знаю, то ли у них что-то нету, там схватят и иди там отсюда. Ну, короче говоря, смех. Вот. И Пашка там все лежит с книжкой, вот читает. И Лех потом говорит, Паш, иди, пока никого нету, сходи. А то эти, говорит, сейчас опять тебе там медвенят, блядь, иди. Иди. Типа зубы почистите. Ну, так. Ну, да. Выбивался из картины, да? Ну, он не то, что выбивался из картины, ну, знаешь, как это, как его, ну, он, ну, когда… Как молодой, наверное, да? Ну, он не то, что как молодой, ну, да. Стесняц, ну, конечно. Да, немножко, ну, знаешь, как бы мы все были уже знакомы по, ну, там, до этого, ну, как бы в общении, там, туда-сюда, как бы уже друг друга. А он вот как раз попал, ну, как бы, знаешь, вот. Ну, такие зубры, конечно. Да ничего себе, но там сборная была. Даже шептать-то страшно. Сборная хорошая была. Хорошо, давай восьмой год. Вот мы Овечкина с тобой спрашивали, помнишь, по поводу перерыва, последнего перерыва в Канаде? У меня есть одна история, Денис Олегович Козя рассказывал, такая интересная, перед финалом. О! Дискотека «Старфиш» в Ванкувере. А при чем здесь Ванкувер и 2002 год? Восьмой. Восьмой, в Курбеке. В Курбеке. Пацаны молодые пошли в дискотеку перед финалом. Данила Евгеньевич, естественно, как ветеран, как человек авторитетный, не мог такого понять и вообще в принципе. В общем, он пошел в дискотеке, каждого по одному выводил молодых. Представлял, у него мини-мачете было к горлу. Говорил, вы чего, завтра финал. В общем, на четвертом игроке его скрутили и отвези в отдел. Естественно, ну как бы… Отдел доставки. И ты знаешь, кто вытащил Данил Евгеньевич? Уэйн Грецкий. Да ну… Я не помню. Нет, была там история с ножичком. Ну, по-моему, это не перед финалом было. А я вообще не помню. Слушай. Смотри, Макс Финагент вообще рассказал, что после финала было. Что к какому-то полицейскому ты там тоже показывал этот ножчик. Да, это уже… Там уже было все равно после финала. Но это воспитательные меры были. Нет. Там было, знаешь, немножко не так. Мы… Там… Ну, когда вот эту стадию играли. Ну, предварительные вот эти все. Вот. Народа не очень много. Ну, как бы народу много болельщиков было. Ну, представители нашей российской. Ну, все равно все молодые, как бы. Да. Потом начали подъезжать уже все. И был такой момент, ну, как бы, знаешь, ребят молодые все-таки. Ну, где-то задержались там. Ну, что, здоровья много, мастерства много. Где-то задержались там, да, где-то их увидели. И Вячеслав Аркадьевич Быков, он, ну, там, Сереге Федорову сказал. Ну, такая ситуация. Говорит, ну, так и так. Ну, все равно, знаешь, вот эти слухи все же всегда плохое ищут. Ну, понимаешь. Какой-нибудь грязь выковырить там на кого-то. Вот. Они же не понимают, что там профессионалы, да, кто там находится. Ну, вот как понятно, да, что люди понимают свои силы и все остальное. И там два пива там или три – это ничего такого страшного. Или два бокала вина. Вот. Для профессионала. Ну, и все. Ну, и Серега так подходит. Ну, мы там рядом все сидели в автобусе. Ну, там, едем. Или он в гостинице мне сказал. Ну, там, мне, Максу сухой, там, Мора. Ну, типа того. Мы так как-то коллективчиком собрались. Он говорит, такая ситуация, что я говорю. Слушай, ну, давай там собрание сделаем с ребятами. Ну, и договоримся, чтобы, ну, там осталось-то играть. Ну, вот эти основные игры, ну, чтобы лишнего тоже не было. Ну, мы тоже знали, конечно. Ну, понимаешь. Вот. Ну, чтобы там на эту часть. Вот. Турнира. Ну, и вроде так поговорили, братцы. Ну, давай потерпим туда-сюда. Поэтому. Я вот, честно говоря, не помню, когда это было. Ну, был такой момент. И Грецкий вытаскивал, тоже не помнишь? Ну, а Вэйн, а что Вэйн? Вэйн, вот такой мужик, он когда в Фениксе был. Он же у тебя тренером был? Он не тренером, он был совладельцем сначала. А потом уже тренер. Когда я был в Фениксе, ну, он такой человек. Ну, как бы, знаешь, вот они простые, как три копейки. Что он, что полкоси этот вообще, ну, просто вообще. Ну, я даже не знаю. Ну, они много. Ник Линстрим. Ну, вот, знаешь, вот там. Ну, они вообще, ну, просто вот. Ну, а Вэйн, ну, что. Всегда зайдет в раздевалки, там, пошутит, тыр-пыр. Там, что-то там расскажет. Истории свои, там, знаешь, из их там тоже. Там, ха-ха, хи-хи, там, это. Вот. Потом на Олимпиаде они идут. Александр Сергеевич Якушев. Мы как раз стояли, разговаривали. И идет это. Пэп Квин был тренером второй год. И Вэйн был перед этим генеральным менеджером. И они так идут. Я говорю, о, Вэйн, Ваня идет. Я говорю, с Пэтом. С Петей. Ну, вот. Александр Сергеевич, а ты их знаешь? Он говорит, ну, познакомь. Он подходит, говорит, привет, привет. Я говорю, вот, Вэйн, там, типа, познакомьтесь. Я 15, туда-сюда, там, ну, там. Ого, ну, знаешь, как нормально. Вот. Ну, как-то. Ну, давай, к перерыву вернемся. Ну, и про Вэйна. Ну, и, короче говоря, после этой Олимпиады. Они же выиграли. Угу. Ну, и два месяца. Я его, как не встречаю, у него это. Бадлайт. Вот так. Я говорю, и что-то какая-то игра была. Ну, что-то, ну, злой какой-то. Я прям, то ли, напорол там, ну, не знаю. Ну, разозвился. Я прям, первый, обычно такого нету. И первый переоделся, вылетал уже по коридору. Он еще не успел в раздевалку зайти. Я дверь раскрываю. И он с этой. И я такой, я креплю весь такой. Я говорю, Вэйн, ты все победу отмечаешь. Два месяца прошло уже. Он говорит, лисо его. Знаешь, я помню, немножко красноты такой. Знаешь, вот уже такой хорошенький. Он с этой вот этой. Я говорю, что тебе привязали, это пиво тебе к руке что-то примотали. Он такой, да. Ну, то есть, понимаешь, что-то, уважаю. Спихнул грецкий тогда. Да. Ну, да. И не прокатило. Он говорит, да. Я ждал реакции ответные. Да, да, да. Ну, как бы, знаешь, поэтому... Ну, ладно, давай, восьмой год. Чего мы допрашивали-то, Овечкина? Помнишь, что в последнем перерыве? Ну, в раздевалке. Ты и выступил, и Федоров выступил. Ну, там, понимаешь, как получилось? Ну, это нормальная ситуация в любой команде. Ну, где есть ветераны, есть моменты, которые в раздевалке именно, понимаешь, между собой, когда надо что-то сказать. Вот. Ну, и, да, сказал я, потом Серегу. Ну, я, как бы, и Серега тоже поддержал, и все, как бы, вот так. А потом все, да, да, ну, как бы, понимаешь, нам надо было сказать, ну, что мы туда приехали? Угу. Ну, по-настоящему. Ну, что мы приехали? Понимаешь, мы вообще... Ты знаешь, вот, если честно, это вот был такой турнир, когда мы выходили на игру, и никакого, никакой малейшей мысли, никакой, вообще никакой вот 100-200% уверенность, что мы выиграем. Вот, понимаешь, ну, вот это у меня так было. Я даже ни разу не подумал, что хорошая команда против нас, да, там, ну, там, как она качнется, вот эта игра, вообще мысли не было. Вот так вот было все, коллектив был, ну, как-то вот, вот после вот, ну, знаешь, вот этих всех как-то... Все, ну, и мы сказали, как, кто что считал нужным, сказали. Ты не помнишь свою речь-то? Ну, я так помню, да. Ну, как бы... Там все на эмоциях было? Да, там на эмоциях было, там, знаешь, как бы, началось все с того, что я сломал, я сломал руку. Во время игры? Во время игры, да. Финал? Да, во втором как раз. Там же еще колено болело? Колено уже было, оно до сих пор, знаешь, как были такие связки, там, ну, как бы, ну, ладно, это уже другая история. Ну, ладно. И это, и началось с того, что я как-то захожу в раздевалку, и Саня Овечкин с Саней Семиным, они рядом, вот здесь как-то слева. И как-то они, знаешь, вот так, такой на нервозном состоянии, один друг говорит, типа того не точно дал, или в жопу отдал, ну, что-то такой диалог, знаешь, ну, понятно, что я так тихо, типа того хорошего, я говорю, ну, как-то вот так. Ну, и потом все, ну, как-то вот так, ну, сказали все правильные вещи, что. Вот. Ну, а есть же такой вот, ну, как, вот перерыв, да. Мы все знаем там, например, я знал точно, за сколько приходят в раздевалку тренера, потому что они же уходят к себе туда, и они там говорят, ну, чтобы мне успеть там все свои дела сделать, что надо, и уже там коньки завязать. Вот. Ну, и как бы, думаю, что вот эти слова наши, знаешь, как пришлись как раз не думая, а уверен в тему, знаешь, и потом народ так поддержал, при том, не только мы вдвоем сказали, там еще там Мора, по-моему, там Коваль, там Овца, ну, уже, знаешь, как продолжение там бам-бам, и мы уже завелись, ну, как бы так нормально. Вот. Ну, и все, и потом вышли тренера, сказали о них. Их, ты знаешь, вот это чувство не загружать, вот мне чем нравилось, они, вот Быков за Харкиным, они коллектив, вот знаешь, вот есть две части, есть внутренняя часть коллектива, да, вот именно вот эта раздевалочная, все. И есть, ну, вот так, тактика, вот эти, ну, понимаешь, да, их, как говорится. И они вот в наши, вот в тот момент, когда, да, вот пошли слухи там, разговоры, что мы болтаемся там вроде по этому. Вячеслав Аркадьевич, грамотный раз, Сереге, да, Серега, там, мы собрались с ветеранчиками группой, да, там поговорили. То есть там ваш территорий не залезал, да. И мы сами этот вопрос как бы решили. И все было... Внутри коллектива. Да, внутри коллектива, понимаешь? Вот. А то, что Хазайс Хагин, ну, и они потом вышли там, я уже так, смутно, мы уже там все, ну, понимаешь, там, что в головах было, там особо-то, ну, как бы, ну, они так и коротко, ясно, в принципе, в поддержку того, что там уже сказано. Я думаю, они все это слышали, потому что там тренерская-то была, знаешь, потолка не было, все случайно было. Ну, вот. Так, а как ты играл с переломом? Это вообще же за грани, ты так говоришь спокойно. Да, ну, ты мне не представляешь. А что, нормально играл. Как? Ну, я в перерыве кольнули мне этот, как его, обезболивающее. Кольнули в перерыве, а потом еще кололи в середине, в середине, по-моему, третьего периода кололи обезболивающее под лавкой. Ну, там, потому что инъекции... То есть, между семенами просто доктор подходил? Да, инъекции нельзя. Я прям доктору... Еще был этот у нас, этот как его? Администратор такой. Блин, забыл такой мужик классный. Забыл Сан Саныч. Нет, не Сан Саныч. Забыл. Вот. А он такой грузный. А получается, что у нас раздевалка напротив, ну, как бы, да, находится. И там на инъекциях, на этих. И я доктору говорю, Егор, давай беги туда. Егор Козлов, он в Скарабо, потом в сборной. Я говорю, надо колоть. Ну, все, отпускает. Ну, я уже... Он раз, там, по команде передали. Тын-тын. Я туда, на самый край, это, где нападающие. А между... Тут же еще и камеры. Да. Они же крутят все. А, то есть, на облаче осталось не замечено. Да, инъекции-то нельзя. Это же... Это вообще подсуд... Ну, как бы, в Канаде это серьезное дело. Ну, и, короче говоря, это... Я туда, вперед, одного пути... И, блин, Саныч. Я говорю, Саныч, а он вот такой грузный, здоровый. А там камера. Я говорю, ну, Ксаныч, закрой эту камеру. Он раз, повернулся так. Ну, я раз, и Егор там присел. Шибанул, ну, и все. А как клюшку-то держать? Ну... Это же не чувствуешь. Знаешь, у меня вот нижняя часть была. Ну, мне приходилось вот так. Ну, как бы. Вот. Как бросить, отдать? Ну, я поэтому и не бросал. Ну, отдать-то так еще хватало. Я вот там момент-то... Я потом пересматривал, когда он мне отдает. У меня... Я просто боялся, что, ну, как бы, знаешь, кексанет у меня. И, ну, чтобы не рисковать, я ему в обратку. Ну, опять у меня там был момент. Ну, у меня хороший. Я смотрел, когда уже. Думал, блин, ну, тут бы прошить хорошо было бы. Туда, на пятачок. И там игроки были. И он такой, что ты не бросаешь-то? Я говорю, Макс, у меня рука сломана. Понятно. Я говорю, ну, так. Ну, и как мог там. Ковырялись. Как вы праздновали восьмой год? Да как? Как только не праздновать. Ну, я часов шесть, наверное, проснулся. Не знаю, когда заснул, но, может, часик подремал. Ну, и так раз хочется выпить пиво, наверное. Или что-нибудь. Как раз спускаюсь вниз. Вот. Лобби, рецепшн. Как оно? Ну, внизу все. Бар так. И еще там. Тык-тык-тык. Смотрю там. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Куськом, да? Да, кто-то. А это же все нельзя. Там 7 утра. Ладно, барная стойка. Там никого нет. Давай открываем. Открыли этот бар. Сами? Бар, конечно, сами. Ну, потом прибежали, правда. Ну, мы так успели их хватануть. А потом прям за углом открылся такой он, как барчик. Там еда, завтрак тоже готовили. Угу там в гостинице. Ну, и как бы часов 9 уже народ стал подтягиваться. Знаешь, там кто спал, кто не спал вообще. Ну, и мы туда. Вроде как бы позавтракать. И потом сказали, что рейс задерживают. Ну, чартеры же должны прислать были. А расскажи, Дань. На чартере. Ну, и там до чартера. Ты ставил. Когда летели, я плохо помню. Но помню, знаешь, это каково. Вячеслав Александрович. Мы прилетели, все, выходим. Он так подходит, так обнимает меня. Так и на ухо мне так. Знаешь, Дань, пиво в автобус не берите. Президенту едем. И представляешь, какой облом у нас у всех. Ну, и все. У меня, правда, майку, блин, болело. Ну, стащили одну. Ну, ладно. Пусть она у кого-то может угрожать. Ну, мы там в майках же выходили. И раз-раз. Потом я так зашел в среднюю дверь. Мы положили, а потом какую-то на одну не нашел. Ну, ладно. Вот. Ну, и все. Саня в шлепках. Да. А ты меня спросил в шлепках. А как? У него другого ничего нет. Он же думал, что он полетит в Вашингтон за вещами. Потом. У нас только... Ну, Макс мне тоже предлагал. Ребята были с Питера. Макс Ушинский только на чартере с ними полетел. Но он говорил, если хочешь, полетим до Питера. А потом я говорю, да нет. Что там? Прилетим. Вот. У меня там кое-что было. Какие-то лакасики, джинсики. Вот. Конечно. И мы прилетели. Приехали. Ну, и представляешь, состояние. Да? Акклиматизация, да? Нет. Акклиматизация вообще никто не вспоминал даже, что такое есть. Если ты меняешь эти... Как они? Пояса. Пояса, да. И континенты. Что есть какая-то там акклиматизация. Ну, и мы так чайную комнату у нас посадили. Знаешь, там эти конфетки, чай. Все. Мы так сидим все. Никто чай не пьет. Все такие, знаешь... Зато потом было весело, когда вот уже в другом зале речь, вот это все, фотография общая, да? И там вот ребята с этими какого... С подносами вышли такие, эти шампанское. Стоять! Иди сюда, куда пошел. Им не надо. Они не играли. Да ладно? Ну, так. Ну, то есть, знаешь, приколывались. Им не надо, они не играли. Ой. Ну, так. Ну, как бы весело. Ну, а что это жизнь? Что говорить? Не, ну, конечно, там с ума сходили мы нормально. Ну, я имею в виду после победы. Так, конечно. Расскажи про музыку. Ты, говорят, ставил в раздевалке, когда выходили на игры. Басту, мою игру. Да, да, да. Всегда мы. Вообще очень. А я не знаю, потом как-то. А момент был... А мы же это... Мы когда туда приехали, у нас сломалась это... Боссовская, такие они уже... Колоночка, да? Колонка, да, это сломалось. А белорусы были напротив. Ну, и мы, как это... У белорусов, когда они не играют, раз, воткнем, ну, а потом отдаем. А тут игра с белорусами, а я получил уже травму. И меня, ну, как бы не списали, а мне доктора говорят, Дань, все. Я говорю, как все? Я их два дня. Представляешь, ну, все. Ну, все, нельзя играть больше. Я их два дня в ресторан. Радула не играет в ресторан. Радула еще так, ну, так, ну, покушать, поужинать. Вот. Готовил к матчу. Я их уговаривал, чтобы они мне играть разрешили. Ну, Радула там раз, и уходит. А я их там, вино, хорошее вино. Стейки из этих каунтеров. Ребята, я их уламывал. Ну, как бы, мясо какое, вот тебе хвостик этого какого, лобстера с маслицем. Выпустите. Да. Они, ну, там, Евгеньевич, конечно, ну, говорит, Дань, ты же понимаешь, что сейчас может произойти такой момент, тебе 31 год. Вот, если опять вот, ну, у меня там здание, что ли, или, ну, с кем-то мы играли, и мне опять по этому, мне там сделали уже наколенник этот, ну, как вот кресты, знаешь, когда, ну, жесткий такой, там уже сделали. И все равно, да, и через, все равно, через него пробило. Ну, как бы, ну, там уже все. Вот он говорит, может случиться такая ситуация, что ты с хоккеем вообще завяжешь. Ну, типа того, если вот, не дай бог, чего. Ну, то есть, такое пограничное. Вот. Ну, я, как бы, так, знаешь, подсознание понимаю, а там-то рвется все, все равно хочется. Вот. Ну, и, как бы, так, взяли паузу такую небольшую, хотя я все равно, там, давай я нормально все будет, проскочим, я, знаешь, ну, там, я же фартовый, проскочим, все будет нормально. Ну, и, короче говоря, ну, и, получается, игра дневная с белорусами. И я как-то после этого, ну, мне туда, ну, не надо с командой ехать, я потом могу приехать. И так мы, как бы, а, и Радум не играл. И я так раз, Радум, ну-ка, поехали в Best Buy. Ну, там, вот такие магазины, как у нас, МВидео, типа того, где электроника продается. А он, а зачем? Я говорю, как зачем? У наших мужики нет, белорусов-то не дадут сейчас. И мы поехали. Я говорю, давай быстрей. Я говорю, все. Мы перед игрой поехали в Best Buy, купил такую, я эту, новую колонку, приношу как раз за 200, чтобы музыка была, все нормально. Ну, и все, они завели, все. И они как раз с белорусами. Ребят, ну, так 3-3 сыграли, потом по буллитам, вот эта всякая недель. И как раз после этой игры Игорь Владимирович Захаркин так раньше, Дань, зайдите. Ну, я зашел с тренерской, но они так двоям. Ну, ты что, как? Смолчай. Я говорю, конечно, смогу. Ну, и все. Представляешь, да, я тоже 3 дня пропускал. Потом с докторами надо было решать вопрос. Понимаешь, да? Уговаривал. Да, уговаривал докторов. Они говорят, ну, давай завтра играешь. Тоже дневная игра. Я думаю, ну, ладно, сыграем. Ну, и все. И так вот. Потом уже так. Ну, и песня теперь сборная всегда. Песня вообще, да, очень. Да, песня. Я не знаю, правда, потом, ребята, но, если честно, вот я когда приносил вот эти первые, ну, когда Вася еще даже не выпускались, ну, вот эти как они, болванки первые, вот, они быстро переживались там в команде. Вот там Саня Еременко тоже постоянно. Дань, Дань, а это как его можно? Ну, конечно, можно там. Вот. Мы не быстро расходились так по... Ну, это вообще песня очень близка всем спортсменам, потому что и стихи сильные вообще. Да, да. Давай про сейчас поговорим. Чем ты занимаешься? Ничем. Ну, ты поговорили. А, ну, ничем не занимаешься. Не, ну, подожди. Охота, рыбалка. Ну, охота, рыбалка, конечно, да. Ну, это да. Ну, ты имел в виду, связанное с хоккеем? Да, да, да. Ну, ты же поработал в тренерском штабе «Спартака». Ну, поработал, да, чуть-чуть, и все. Но сейчас ты оставил затею? Вообще не будешь тренером? Не, хочу, но меня не приглашают никуда. Но сейчас с помощью нас... Ну, да, почему-то. Когда Нила Евгеньевич открыт приглашение, только серьезные проекты, да? Да. Ну, я вот даже с Саней, как мы сейчас вот виделись в субботу, повидались на коротке, он там приехал с Саней Овечкин на этот турнир, да, детский, молодец, динамовский. Ну, понятно, что там дети, ну, там все вот это, там все расписываются, молодец, динамовин, так зашел, обнялись так на коротке, ну, чё-то туда-сюда. Говорит, чем занимаешься, говорит, ничем сегодня. Вот так. Охота, рыбалка. Ну, а хочется? Тренировать? Да. Конечно, очень. такой опыт огромный кто из нынешних хоккеистов вот в ком видите себя видишь из нынешних хоккеистов из кхл ну да ну интересно все таки так трудно сказать честно я не то что сказать так ни кхл не смотрел я слежу конечно там за счетами там игры то трудно сказать на знаешь мне когда ну сравнивали например или пытались сравнить там с каспаром ну там был хайл и знаешь я все время говорил что ну да наша манера может чем-то похоже быть друг на друга но мы все равно разные ну конечно да ну вот поэтому как бы могу тебе сказать дим если честно таких жестких защитников а сейчас правила такие-то понимаешь а игра и все же правила хорошее молодец интересно уедет ладо и рано или поздно это тоже знаешь такая какая банда собирается и он молодец хорошо как бы подвижный бросочек я кстати раз заговорил метод могу похвастаться можешь ты чикаго будешь хвастаться знаешь как у меня ребята кемки разрывали нападать с этим с индейцем на охоте все ходят о это чем магнитка нет а что аска ска ска я даже ска был мне кстати питер когда так понравился вот честно раню как зениц ока ты знаешь это как я прямо тогда кайфанул у нас ребята были ну как бы коллектив но я правда кайфанул и феврале когда говорят что знаешь дожди тучи вот это пасмур не знаю мне так легко там было вот я просто кайфал мы с легкой яшином там наш как бы ну так ну вообще класс класс мне так мне так понравился слушай на истории еще масса я думаю что и у нас как как обычно есть повод встретиться вновь а давай знаешь как подумаем вот скажи ты напишешь книгу сто процентов ну потому что нельзя вот все то что у тебя есть не оставлять конечно сейчас уже вас говорят технологии такие ты просто болтаешь от какого диктовочка конечно но и вот как ты назовешь книгу ну знаешь на вскидку я бы наверное мы можем попросить наших подписчиков и накидать я бы я бы наверное ну что-нибудь сказал назвал бы вот так вся жизнь хоккей потому что как ни крути у спортсмена ну как бы да или как то не знаю да не но банально банально хоккей естественно вся жизнь твоя хоккей не просто за и никуда ты от этого не денешься как бы там кто не говорил но я поняла конечно кто-то может но я так вот ну знаешь как бы понимаю что конечно это а так может быть еще там были вся правда о хоккее вот так ну тогда это будет взрыв пакет а давай знаешь как это как обезьяна сгдань ты как обезьяна сгдань ты как почему обезьяна а потому что мы не знаем когда ты чеку выдернешь спасибо тебе огромное что время я пою одну песню а как пошло ты помнишь под печеночка куда приехали в караоке он приехал с охоты до печенок кабана говорит давайте сделаем мы говорим а вы ничего чтобы в караоке ничего то есть они должны были сами сделать но они сделаны они приготовили надо было просто поговорить воронише да воронише вопрос так мало того я еще вот в их морозилку вот этого кабана пусть полежит до завтра закинул чтобы мне потом после игры надо было и я могу под мороженую в багажничек кинул мы поехали и денис казанский